В этом фильме режиссер Зак Снайдер уменьшил силы Супермена. Теперь он не двигает скалы, не разворачивает время вспять и не обладает силой суперстроителя. А жаль, ему бы пригодилась подобная способность, чтобы отстроить Метрополис после гастролей генерала Зода. Добро пожаловать на самое предвзятое, придирчивое и необъективное Плохбастер Шоу! Приветствую, меня зовут Сокол и я занимаюсь поиском всяких косяков, неувязок и прочей херни в крутых блокбастерах. И сегодняшний Плохбастер это невероятно крутой фильм «Человек из стали». Но для начала мое личное мнение об этом фильме. Я уже делал ролик на эту тему, можете посмотреть у меня на канале, ссылка в описании. Но если вкратце, фильм мне понравился, хорошая картинка, невероятные спецэффекты и отличный экшен. Сюжет более приземленный, чем в других Суперменах и его я гораздо больше приемлю. В этом фильме больше реализма, ну косяков также предостаточно. Поехали! Открывает фильм сцена с родами, во время которых на свет появляется юный Супермен. Вы что, не понимаете? Ядро Криптона разрушается. Мы находимся на умирающем Криптоне. Тут как раз происходит что-то типа местного конца света вкупе с революцией, которую возглавляет генерал Зод. Присоединяйся. Помоги мне спасти нашу расу. Мы начнем заново. Мы уничтожим дегенеративные линии крови, которые привели к этому. Но Джорел, батя Супермена, не согласен с Зодом. Рискуя жизнь, он похищает кодекс, штуку, которая контролирует рождаемость на их планете. Несмотря на то, что это очень важно для популяции хреновина, охраны или систем безопасности там никаких. Кстати, этот кадр мне очень напомнил Матрицу почему-то. Для ученого, а Джорел был самым великим ученым Криптона, он слишком крут, вам не кажется? Или на Криптоне крутости наука идут рука об руку? Не, вы представляете, как бы у них Шелдон выглядел? Кодекс расщеплен и слив с телом ребенка. Малыш готов к отправке на землю ради новой, более лучшей жизни. Заботливый отец загружает свой образ и образ своего разума на маленькую криптонистскую флешку. Загружает только себя, эгоистичная свинья. Видимо, прав у криптонистских женщин еще меньше, чем у собак. Поэтому свою жену он об этом даже не спрашивает. Посмотрите, как смотрят на нее мужчины с отвращением в глазах. Ну все, мы идем домой. Женщина, знай свое место. Во время запуска капсулы с сыночком подоспевает Зод. Однако солдаты, держащие Джорелла на прицеле, очень хреново с этим справляются. И потомственный ученый с легкостью уничтожает потомственных военных. Вот от этих линий крови Зоду было бы необходимо избавиться в первую очередь. Хотя о чем это я? Потомственному генералу также достается от мега-охрененно крутого Джорелла. Сынок улетает. А почему бы подобным образом не эвакуировать весь криптон? В чем проблема? В эгоизме Джорелла? У нас нет времени об этом думать. Зод убивает Джорелла. Как раз тогда, когда банду Вердохим у солдат накрывают правительственные военные. Ваш сын Лара, куда вы его отправили? Его зовут Кал, сын Элла. Прекрасно, прекрасно. Значит, вы правите название фильмов, даже когда это не нужно. А вот имя Кал, видимо, у вас, господа прокачки, никаких ассоциаций не вызывает. Нет, не вызывает. Блин, эту проблему можно было решить, всего лишь произнося его имя как Кэл. Или же полностью Кэл-Эл. Ну нет же. И его зовут Кал. Сын Элла. В общем, Зода и остальных революционеров арестовывают и приговаривают к 300 циклам соматического перестроения, чтобы это не значило. Погодите, что это? Вы что, серьезно? Почему всю команду Зода одевают в костюмы гигантских членов? Это у них наказание такое, напоследок трахнуть небо? Вы не хотите убивать нас сами? Не хотите марать свои руки? Обрекайте нас на вечное гниение в черной дыре. Вы одеваете их в гигантские фалоимитаторы и отправляете гнить в черной дыре. Какая мерзкая и двусмысленная метафора. А еще они дают им корабль, отправляют их в другое измерение вроде бы и фактически спасают. Логика такая. Мы спасем преступников, потому что не хотим марать руки. А сами останемся на умирающем Криптоне, чтобы благополучно сдохнуть. Как же это благородно. А вам не кажется, что надо было сделать наоборот, господа многоуважаемые криптонианцы? Вы сборище глупцов! Вы все до единого! Криптон умирает. На улице неблагоприятная погода. Может, стоит хотя бы шторки прикрыть? И тут бах! И мы уже на земле. Кларк Кент, земное имя Калелла, подрабатывает, я не знаю, ловцом крабов. Вообще, вас не смутил этот неожиданный переход? Мы ожидали подробную историю Супермена. Да нафиг надо! Галимая рыцголовка, шлюха ты ебаная! На деле же все детство Кларка показано лишь во флэшбеках. Как раз такой флэшбек накрывает его после спасения работников нефтяной вышки. Вообще-то, даже если упереть под тем углом, как показано в фильме, то эта штука все равно сломается под собственным весом где-нибудь в другом месте. Ну, кого волнуют эти мелочи, когда нам необходимо узнать чутка из детства Кларка? Нам показывают мальчугана, у которого случился адовый приход прямо в классе. Это случается как будто бы в первый раз. Хотя он уже достаточно большой пацан и давно на земле. Должен был уже привыкнуть. А ну прекратите все это дерьмо! Боже мой! У одного ребенка явные психологические или даже физические проблемы, что сделает хороший учитель. Конечно, соберет вокруг всех детей, чтобы они имели возможность поглумиться и пошептаться, заставляя чувствовать того ребенка себя еще более неловко. Майк! Майк! Эдди! Идите скорее сюда! Зовите всех! Тащите камеру! Вы не поверите! Тут один парень! Как тебя зовут? Неважно! Сейчас бы дети в подобном сборище возле подобного паренька выглядели бы вот так. Не, ну ты давай отмочить что-нибудь! Мне же просмотры нужны, чувак! Тут прибегает его мама. И, конечно, самое время для морали. Мер слишком большой, мам! Так сделай его меньше! Флэшбэк кончился. Мне вот интересно, Супермен сразу стал таким качком? То есть он рос-рос и мышцы сами собой формировались или же... После кражи шмоток очередной флэшбэк Кларк переживает аварию. Что странно, только что было поле, за окном во время аварии тоже поле, а в следующем кадре буквально через мгновение мы видим уже кусты за автобусом, и он каким-то чудом оказывается на мосту. Ага, после падения с моста все дети стали сидеть на своих местах. Видимо, создателям незнакомо слово инерция. Кстати, Лана Лэнг и Кларк Кент в этом возрастном периоде очень похожи на героев сериала «Тайны Смолвеля». Специально ли? Юный Кларк выталкивает автобус на берег, навлекая на себя неприятности. Что мне было делать? Дать ему умереть? Возможно. Ах ты бесчувственная, эгоистичная сволочь! Остальное звучит примерно так. Бла-бла-бла, мораль-мораль, бла-бла-бла, ты пришелец. Он просил, возьми слова обратно. Если бы я мог. Мне лично кажется, что актерская игра Костнера несколько занудна в этих моментах. Я показал это одному из металлургов из Канзесса. Он сказал, что таких материалов нет в таблице Менделеева. Следовательно, ты не из нашего мира. Ты и так мой сын. Вернемся к большому Кларку Кенту, который решает вступиться за барышню. Эй, отстань от нее. Не, вы только посмотрите, как он эпично встает. Или что, здоровяк? Я попрошу вас уйти. И мне совсем не жалко пяти баксов за пиво, так вот? Оу, реакция пошла. Не забудь чаевые. Так мы общаемся с качками у нас в деревне. Ха-ха, в яблочко. Итак, что у нас здесь? Сверхсекретный аномальный объект, куда получает доступ журналистка и бородатый бродяга. Не-не, все в норме. Сейчас еще с минуты на минуту Крис Рок подъедет. Потрясающе. Вы рановато. Здрасте. Мы ожидали вас завтра. Слушайте, давайте говорить начистоту, хорошо? Я здесь только потому, что мы находимся на канадской земле, и апелляционный суд отклонил ваше предписание не пускать меня. Так что, если мы закончили мириться членами, пусть ваши люди покажут мне, что вы нашли. Так, какого хрена она ему это говорит? Разве он давал повод для подобных высказываний? Мы закончили мириться членами. Так, Эми Адамс, почему опять не по тексту? Ну, я просто всегда мечтала это сказать. А если я захочу отлить? Эми, вы опять за свое? Насчет штуки, которая покоилась во льдах. Что это за хрень? Космический корабль? Почему на подобных кораблях не эвакуировали криптонианцев с погибающей планеты? Откуда Кларк Кент знал, что ему нужно топать именно к этой штуке, когда услышал о ней в первый раз? Почему возраст льда, который окружает эту штуку, 20 тысяч лет? То есть технологии криптона спустя 20 тысяч лет не так далеко и продвинулись, если флешка Супермена идеально подходит к местному USB разъему. Почему эта штука ждет, пока он повернется, прежде чем атаковать? И что, корабль невозможно отследить? Откуда Кларк знает, как управлять этой херней? Парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Какое же это чудо посмотреть на тебя взрослого Если бы Лара могла это видеть Но ты не загрузил ее электронный образ На флешку эгоист несчастный Я твой отец Кал Я эту фразу теперь каждый раз после дефекации буду говорить Погуглите Кал Это мое имя? Да, у меня столько вопросов Не-не, молодцы переводчики Юмора почти что в картине нет Хоть так поржем Ставлю им лайк Итак, копия Джорелла рассказывает нам историю попадания Кларка на землю А также историю появления этого вот корабля Как всегда остается пара вопросов А если бы этот корабль никогда бы не нашли? А что если бы Каллелл не додумался к нему шагать? А если бы за 20 тысяч лет с кораблем что-нибудь случилось? Как еще ты, Джорелл, планировал рассказать все Кларку о его первой родине? Ты так свято верил в тот призрачный шанс Что с кораблем ничего не произойдет за столько времени И в то, что твой сынок смекнет таки, что нужно посетить этот космический шаттл? Что ж, ты был прав Еще вопрос На этом корабле целая лаборатория для восстановления криптонианского народа А вы просто так его бросили не пойми где И да, с каких это пор английский стал межгалактическим языком? Па-да-па-па-па-па Супермен! Итак, Джорелл полон морализаторских речей, которыми он наполняет Кларка Но вот на что совершенно не отвечает этот фильм Как я понял, способности Кларка на планете Земля обоснованы иной атмосферой, другим притяжением и не таким солнцем На все остальные вещи, на корабль, на летающих роботов, все это не действует В том числе и на костюм Почему же тогда он неразрушимый и даже не марающийся? В самом начале Зот легко проткнул подобный костюм Хорошо хоть догадались убрать труселя у костюма Привет, киска Мяу Напомню, что я сейчас говорю о фильме Мне плевать, что было в комиксах и мультиках Просто в фильме никто этому не уделил внимания Так же, как и тому, как Супермен бреется Даже в Хэнкоке этому уделили внимание И я знаю, как это делает его мультаналог Не надо мне в комментах гадить на эту тему Лоис Лейн легко находит Кларка Кларк же, в свою очередь, погружает ее и нас в очередной флешбек Я не знаю, зачем я вообще слушаю тебя Ты ведь мне не отец Ты нашел меня в поле Кларк Он прав, Кларк все точно подметил Поэтому я вынужден буду умереть, чтобы угрызения совести мучили тебя всю оставшуюся жизнь Огромный беспричинный смерть весьма кстати После того, как он отвел семью в укрытие Кевин Костер возвращается к машине У тебя в распоряжении неуязвимый криптонианец А ты жертвуешь своей жизнью ради... ради собаки Кстати, я выяснял Собаку зовут Хэнк, не Бумер Поклонники ностальжи-критика поймут И да, она осталась жива, спасибо господи А, и Кевин Костер умер Единственный человек, который мог его спасти, стоял и смотрел на это Не, реально, он стоял и смотрел И я понимаю, зачем это было сделано Чтобы придать трагической мотивации действиям Супермена Ну, по-моему, это так сильно притянуто за уши Человек с невероятными способностями Даже не попытался применить их ради спасения того, кто его вырастил Мне думается, это глупо, не так ли? Эх, как печально, меня не будет в сиквеле Скажите моим детям, что водный мир был ошибкой Па-ра-па-па-па-па Супермен Итак, журналист, который находит ответ на один из самых главных вопросов Одиноки ли мы во вселенной Отказывается что-либо говорить об этом Дает задний ход и вообще ведет себя как самая правильная зануда Видимо, байка про смерч и спасенную собаку возымела эффект Морфеус тоже понимает, что рассказывать о пришельцах слишком низко для их газетенки Тем более, что они уже прилетели и сами о себе рассказали Ау, конфуз У тебя 24 часа, чтобы сдаться Или ты увидишь, как этот мир страдает от последствий А вы злобный генерал с диктаторскими замашками? Хотите прилететь в неизвестный вам мир и угрожать его жителям, но не знаете их языка? Хотите поработить землю с помощью злобного видео, но и двух слов не можете связать на языке Ульяма Шекспира? Не знаете, кто такой Шекспир? Курсы английского языка для криптонийских диктаторов Позвоните сегодня и получите скидку, а также возможность летать и стрелять лазерными лучами из глаз Кларк в раздумьях приходит в церковь Что у тебя на душе? Мне 33 года, я умею летать, мое появление на земле словно синоним непорочного зачатия Я послан более высокоразвитой расой и я здесь, чтобы спасать людей по наставлению моего отца В общем так, отче, зовите меня просто Иисус Обыкновенный летающий Иисус Славься Супермен, носящий трикот, Кларк Кент имя его и поработивший всех Зод Супермен сдается властям и после духоподъемного трепа с Лоис Лейн его передают в руки генерала Зода И почему-то Лоис Лейн тоже забирают, вот это совсем непонятно Нахрена им земная журналистка? Допустим, они каким-то образом просекли, что у Кларка к ней есть чувство Тогда остается вопрос, каким образом они это сделали? Телепатически? Мне передать генералу, что вы отказываетесь подчиниться? Передавайте, что хотите Я пойду Фу, а то я сикнул маленько Что ж, мы на корабле товарищей криптонианских революционеров Зод ярко демонстрирует Кларку, что случится с землей и прямым текстом говорит, где он видел его любовь к людям Эта сцена сделана ярко и впечатляюще Вообще, как я уже говорил выше, визуально к фильму Снайдера не подкопаться Интересные и метафоричные кадры, отличная операторская работа вкупе с работой мастеров под спецэффект Также, что касается Зода Это очень колоритный персонаж Он отлично сыгран актером Майклом Шенноном И я бы сказал, что он не злодей в прямом смысле этого слова Он делает то, что должен делать ради спасения народа Криптона Пусть и весьма жесткими методами По крайней мере, мои симпатии Зод заслужил Так ты и есть Зод? Генерал Зод Капитан Джек Воробей, мой друг Тем временем, Лоис находит USB-порт для флешки с образом Джорелла Да, человек, никогда не имевший дела с инопланетными технологиями Прекрасно понимает, как, что и куда нужно вставлять, чтобы появился Рассел Кроу Представляете, вы оборачиваетесь, а у вас за спиной стоит Рассел Кроу Я бы точно испугался Хуже бы было, если бы он пел Похоже, и на этом корабле система безопасности ни к черту не годится Джорелл рассказывает, как нужно уничтожить товарищей из космоса Однако, почему Кал-Элл сам не догадался поговорить об этом с отцом Прежде чем сдаваться в лапы земляков, остается загадкой Все могло бы быть вот так Кал-Элл уже сдается и даже несет с собой кодекс Вышло проще, чем я думал Минутку Почему у него с собой кодекс? Он понятия не имеет, что мы ищем Фантомный бросок Это ловушка Но вместо этого А я-то было подумал, что на твердость его кожи повлияла солнце, а не атмосфера Ну, на корабле атмосфера Криптона просто Джорелл помогает спастись Лоис Потомственные солдаты опять демонстрируют свою несостоятельность Серьезно, их укладывает журналистка и призрак отца Гамлета Это, черт возьми, бред В общем, наши герои сбегают Супермен едва-едва спасает Лоис Супермен все рассчитал и поймал ее, когда нужно было Это в какой же галактике, сэр? Там полметра до земли оставалось Если бы он действительно любил ее, позволил бы ей размазаться об асфальт Это была бы очень милосердная смерть Генерал Зот решает посетить с визитом земную мать Кларка Корабль, на котором он прибыл Где он? Иди к черту Там Кодекса здесь нет А ты хорошо посмотрела? Просто тебя от силы пару секунд не было Супермен сшибает Зода Фактически оставляя мать наедине с разгневанными инопланетянами Но кого это волнует, когда наступает время для экшн-сцены При этом совершенно не важно, сколько погибло людей во время сноса зданий Сквозь которые они пролетают А, то есть маска от ударов сломаться может Плащ с Зодом может загореться А вот на пижаме Супермена никаких повреждений А разве их одежда не из одного и того же мира? Мои родители учили меня Владеть своими чувствами Зод Фокусироваться Каллэл зачем-то учит своего врага Как нужно себя вести в земной атмосфере Зачем хочет честной игры Идите внутрь Здесь небезопасно Да, мы сейчас будем кидаться поездами, машинами, самолетами Летать сквозь здания И фактически от моих действий вы пострадаете гораздо больше Чем от действий инопланетных захватчиков А я даже не подумаю попытаться увезти их подальше от населенного пункта Ну да, в остальном я герой Молитесь на меня Если выживете Далее следует битва Экшен сделан на высшем уровне Тут претензий никаких Ну разве что творится адовый замес А машина на заднем плане ездит как ни в чем не бывало Этот парень нам не враг Ух Мои аплодисменты Правда до форса же еще далековато Выясняется, что кодекс, который так страстно ищет зод Слит с суперменом в одно целое Поэтому генерал решает не медлить А начать терраформирование А кодекс, как он думает, добудется в процессе Терраформация Изменение климатических условий Гравитации и атмосферы у всей планеты А ради того, чтобы на ней смогли жить Какие-либо высокоразвитые организмы В данном случае криптонианцы на земле Хотя непонятно, зачем им это делать При земной атмосфере, гравитации и с местным солнцем Криптонианцы фактически неуязвимы Зачем им менять все, чтобы быть слабаками? Им не нравится быть богами? Ведь земляне ничего не могут сделать фактически с ними Они и вы пригодились в качестве рабов Чтобы восстановить целую цивилизацию Понадобится много рук Но криптонианцы, видимо, тупы в этом плане Не важно, кто мы есть Важно, какой у нас план Далее действие напоминает день независимости Только со спецэффектами покруче Итак, необходимо сбросить капсулу В которой прилетел Супермен На криптонских товарищей И тогда все будет ок Сам же он полетел к другой космической штуке Чтобы остановить ее Как он это будет делать, поскольку там другая гравитация и атмосфера Непонятно Начинается приличный такой экшен Все взрывается Все бахает и ухает А у нас в Матрице было покруче Супермен такой Другая гравитация Другая атмосфера Да ну нахер Я тут всех победю за счет пафоса Фильм таки прыгает через акулу Потому что в этом нет никакой логики Правда до шестого форсажа еще далеко В общем И благополучный исход Гибнет гора народа Гибнет вояка Гибнет ученые Солдаты Но Лоис Лейн в порядке Ура А нет еще не ура Зод жив И далее следует битва Двух непобедимых криптонианцев Они друг друга не ранят Они друг другом разносят здание Убивают параллельно еще пару сотен человек И вообще от этой бессмысленной битвы Становится весьма скучно Можно ее перемотать Оказывается у криптонианцев Есть всего лишь одна слабость Шея Кстати Лоис весьма быстро добирается До места финальной разборки У нее тоже есть супер силы Фу все финал А нет погодите Самое время для шутки Чего вы улыбаетесь капитан? Ничего сэр Просто он такой клевый Да блин шутка в конце фильма Круто А я то уже было подумал Что весь фильм будет построен На зверски серьезном пафосе Нет всего лишь 99% этого фильма Погодите погодите А сколько лет этой собаке? Я найду работу Где я буду в курсе того что происходит Где меня не станут подозревать Если отправлюсь в какое-то опасное место И не будут задавать вопросов А пойдешь работать в МЧС? А ну да в газету Все логично И вот внимание Каноничные очки Работа в Дейли Пленет И совершенная неузнаваемость для остальных Я рад быть одним из вас Кларк Кент Суперменова критика Всей человеческой расы И это был Человек из стали Визуально и стилистически Фильм настолько хорош Что я даже готов не замечать Нелепости сюжета Но это ж мать его комикс Скажут многие И будут совершенно правы К сожалению Супермен настолько сказочный Комиксоидный персонаж Что показать его реалистично Практически невозможно И Снайдер сделал все что мог У него Супермен так и получился Пускай не все идеально Но все же это пока лучший фильм О неуязвимом криптонианце Что я видел Ну что же В 2015 К ямочке на подбородке Генри Кевилла Добавится ямочка на подбородке Бена Аффлека Не могу уже дождаться Ну а с вами был Сокол Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok